Всем привет! 10-20 лет назад была популярная идея, что отличия между успешными в чем-либо людьми и неуспешными связаны со временем, которое было потрачено на конкретную работу. 10 тысяч часов в одной теме и успешный успех гарантирован. Сразу скажу, что эта теория опровергнута. Однако, общая идея в целом верная. Чем больше времени ты тратишь на какую-то работу, тем лучше ты в ней становишься. Сегодня мы адаптируем эту фишку с 10 тысячами часами под современные данные. В каких сферах эта тема будет работать лучше, в каких хуже и главное, как сделать так, чтобы потребовалось только 1000 часов вместо 10000. 2014 год. Выходит мета-анализ, в котором как раз сравнивали как часы практики, связанные с конечным достижением. Вот что получилось. На первом месте игры. Практика определяет 26 процентов успешного успеха. На мой взгляд, это существенно. Вы представляете, сколько существует вообще переменных факторов. Кто-то начал играть в те же шахматы, настольный теннис или доту, условно в 6 лет, кто-то в 10. Вот как выглядит корреляция с возрастом конкретно для шахмат. Самые топы начинают играть в 9-10 лет, а любители в 17. Чем меньше возраст, тем выше нейропластичность. Это способность мозга перестраивать нейронные связи, грубо говоря, учиться. Но и раз затронули, был выпуск «Как перепрошить свою психику». Там говорилось о том, как обновлять свой мозг в любом возрасте, почти как в детстве. Посмотрите, если не видели. Уровни гормонов и нейромедиаторов, те самые дофамины и серотонины, тоже значительно влияют на ваш уровень мотивации, настроения и способность к обучению. Генетика вносит свой вклад в успешный успех, в чем-либо. То, как формировались области мозга, у кого-то слуховая кора больше, у кого-то координация изначально лучшая, а кто-то мега-стратег от рождения с мощной префронтальной корой. Да даже если мать во время беременности недополучала витаминов или была в стрессе, то это точно скажется на дальнейшей жизни ребенка. Эту тему очень интересно рассказывает Роберт Сапольский в своих книгах. ЗОЖ, СОН, Спорт, Питание – тоже отдельная группа, точно влияющая на продуктивность по жизни. Представляете из всего, что на каждого из нас влияет, конкретно успех в играх на 26% зависит от практики. Что там идет после игр? Музыка. 21% достижений – это практика. Вполне себе такая неплохая формула успешного успеха. Я случайно обнаружил видео, где парень решил потратить 10 тысяч часов для практики на гитаре с нуля. Посмотрите, как меняется его уровень. Понятно, что сейчас набегут диванные гитаристы и скажут, что вот он много лажает, но все же со стороны любителя прогресс заметный. Ссылку на полный ролик смотрите в описании. Спорт. Тренировки предсказывают 18% успеха. Это все еще весомый вклад. Если вы совершенно не умеете подтягиваться на турничке, то 10 тысяч часов тренировок сделают из вас профи. Не умеете плавать, не проблема. 27 лет по часу в день. Ну или 13 лет по 14 часов в неделю. И скорее всего это будет мастер спорта международного класса. Теперь переходим к таким темам, где 10 тысяч часов не решают. Образование 4%, карьера 1%. Почему так? Дело в том, что осознанная практика является лишь предиктором достижений в областях со сверхустойчивой структурой. Например, в теннисе, в шахматах или классической музыке правила никогда не меняются. Поэтому вы можете работать, чтобы стать лучше. А где у нас структура неустойчива? Как раз образование и карьера. Каждый год выходят новые исследования, меняются модели управления бизнесом, развивается наука, техника и технологии. Скажем, шахматисты 80-х годов не намного хуже или лучше современных. А вот отличия в компьютерах и финансовых рынках в тысячи раз. Вы наверное видели разные исторические фотографии, где флешка менее 1 мегабайта размером со шкаф. А вот такую вот штуку скорее всего опознают люди только старше 25 лет. Сейчас самая дорогая автомобильная компания делает только электрокары. Скажите об этом кому-нибудь из 2010 года. Эти структуры изменчивы, в них важны и другие факторы, такие как социальный интеллект, эмпатия, умение находить общий язык, переговариваться и конечно же регулярное пополнение знаний. Даже среди музыкантов в устойчивой структуре, казалось бы, бывало, что человек вывозил группу даже не умея играть. Группа Sex Pistols в свое время стала популярной во всем мире. Хотя главный солист Сид Вишес едва умел играть на басу. Поэтому в успехе есть что-то большее, чем талант. Именно поэтому в начале выпуска было сказано, что в целом идея о 10 тысячах часах верная. Вопрос в том, на что их тратить. Как вы себя чувствуете? Я прекрасно себя чувствую. Вот на комбинате проработал уже 25 лет. В общем, у нас тут все нормально. Вот с экологией все хорошо. Посмотрите на рисунок. Так выглядит пирамида обучения. А теперь представьте, что вы потратили все это время, все часы только на лекции. Усвоили при этом только 5% знаний. Надо сказать, что лекции это самый плохой способ обучения. Поэтому рисунку видно, что если вы эти же лекции будете читать, то КПД уже в 2 раза выше. А если это практика, то эффективность уже в 15 раз выше. Тут у нас возникает такая сложность. Без теории переходить к практике нереально. Однако, если теоретическая база у вас уже внушительная, то чем быстрее вы начнете практиковаться, тем лучше. Хорошо, какой у нас алгоритм? Например, успешный успех в карьере или заработке. Дробим 10 тысяч часов на основные элементы. Социальный интеллект, харизма, финансовая грамотность, профессиональные навыки, здоровье. По каждому элементу читаем несколько книг, выписываем заметки, подойдут даже аудиокниги, если много времени уходит на транспорт. Включаем таймер и за 10 минут учимся передавать суть каждой книги так, чтобы понял даже ребенок. Параллельно с этим начинаем практиковаться, применять знания в конкретной работе. Погружаем себя в среду, начинаем смотреть тематичные форумы, сообщества, да тот же Reddit. Когда вы начинаете интересоваться определенной сферой, то найдите людей, которые интересуются тем же. Это довольно близко к групповым дискуссиям в методах обучения. Уточнение. Если ваша специальность относительно изолирована от других людей, плюс имеют устойчивую структуру и правила, то тогда лучше концентрироваться на практике, как в играх, спорте или музыке. Например, если вы пишете нейросети на Питоне, то харизма вам особо не нужна. Виталик, объясните, пожалуйста, в двух словах, чтобы 8-летний ребенок понял, как работает блокчейн. Это сложно. Ну то есть, базовая идея, это блокчейн, такой дестерилизованный компьютер, который работает через несколько тысяч компьютеров, которые распределены по всему миру. Завершающий этап. Повышение планки. Если вам легко, это обманка. Понятно, что постоянно находиться на грани, быстро перегоришь. Иногда стоит передохнуть, потоптаться на месте, но потом сделать рост. Грубо говоря, если вы умеете ходить, это не значит, что вы хорошо бегаете. Сначала учимся ходить в быстром темпе, нам тяжело, затем мы привыкаем и отдыхаем. Потом новая ступень пробежать без остановки 3 километра. Затем получается и вы уже думаете, да нормально, можно еще километрик прибавить. Итог. На канале уже говорилось о важности, привлекательности, о наотропах, о сне, о мотивации, да даже об умении долго удерживать внимание, концентрироваться. Это все влияет на жизнь человека и на его достижения. Но сегодняшний ролик решил сделать в форме чистой практики и не затрагивать кофеины с тестостеронами. Итак, общие идеи успешного успеха. Первое. Если структура устойчива, больше практики, меньше теории. Второе. Если структура изменчива, нужно быть в тренде, обновлять знания и практиковаться. Третье. Если структура связана с людьми, тратить 10 тысяч часов в равной мере на социальный интеллект, здоровье, обучение профессиональным навыкам и применение этих навыков. Четвертое. Погружение в атмосферу конкретной структуры. И пятое. Обучение проходит, когда тебе сложно. Что ж, надеюсь выпуск был полезен. Всем успехов, удачи и до скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова